всем привет друзья погода у нас шикардос просто прелесть посмотрите какая тишина у нас даже на море но отлив далеко я ходить не буду чтобы вам показывать волны но вот в апли парке с вами погуляю друзья вы знаете я сегодня не могу удержаться чтобы с вами не поделиться вам хочу рассказать это же просто понимаете сплошь анекдот вот я хотела для вас вообще-то видео снять немножко другое ответы на ваши вопросы по моему предыдущему сюжету по поводу того что на острове вайт творится и как бы очень много вопросов я решила сделать такой специальный сюжет ответы на вопросы часто встречающиеся давно не было к сожалению из и не выходила я с вами на стрим друзья к сожалению у меня один был один единственный я попыталась там по новой своей программе по-моему лум называется как-то так но к сожалению эта программа перестала работать но в общем это мои такие технические проблемы поэтому больше у меня вот так вот в живую на экране отвечать на ваши вопросы не получается но тем не менее ладно я делаю это видео скоро вам его по выставлю а сейчас просто ради бог мы друзья я просто балдею опять как я сделала себе маникюр и все опять в тему какие здесь криворукие мастера и какие огромные деньги они берут за свои услуги ну давайте посмотрим друзья я думаю что вам это будет интересно а я иду вот сюда видите nail and beauty бутик это значит здесь делают маникюр сейчас и зайду сделаю потом вам покажу вы знаете вообще конечно анекдот я возвращаюсь уже три часа мне делали вот этот акриловый маникюр здесь европейский дизайн сейчас покажу только не падайте пожалуйста в обморок сейчас покажу вот что мне натворили если близко рассматривать то вообще конечно по моему можно в обморок упасть да но я молчу про то что у меня как бы все равно руки то не очень красивые но все равно у меня когда делали девочки в россии маникюр он выглядел нормальным маникюром вы полюбуйтесь у нас по моему даже самые начинающие криворукие вот так вот не сделают вот европейский маникюр иду и хохочу а если еще я вам скажу что я неделю ждала вот это вот значит чтобы мне сделали а потом еще я заплатила 28 фунтов вот за это вот безобразие это просто немыслимо иду смеюсь я говорю сейчас приду домой я постараюсь конечно что-то там подчистить как-то но все равно вот понимаете настолько это все сделано ужасно неаккуратно и ведь женщина которая мне делала этот маникюр она сказала что она уже 18 лет занимается у нее своя мастерская я вы знаете почему так наглядно вам показала все это потому что во-первых совсем недавно мы с вами разговаривали о том какие здесь услуги ужасные в европе вот этот вот вот европейский маникюр вы можете поверить я пыталась там что-то такое знаете скромно и ненавязчиво пыталась ей там объяснить как-то более аккуратно говорю вот здесь в уголочках пожалуйста можно чуть-чуть поаккуратней и я уж так осторожно ей рассказывал это все вот она мне там эти когда стала еще как она называет даймонд даймонд вот этот лепить вот эти вот кусочки блестящие я по я вижу что она даже по ровной не может их прилепить сейчас опять покажу ну вот смотрите вот так видно вам да вот показываю да это она мне налепила даймонд он должен быть вот здесь вот по этой белой полоски друзья слов нету и если кто-то мне будет говорить что это я там начинаю опять что-то придумывать что-то кто-то мне сказал что вы там ноете да я не ноги я хохочу и развлекаюсь я балдею от того какие здесь предоставляются услуги европейский маникюр может быть в париже где-то может быть это в лондоне но здесь у людей понимаете руки растут из одного места вы знаете из какого и платить понимаете 28 фунтов вот за эту хрень полную девчонки мне рассказывают которые здесь работают сбербанке им знаете нужно какие-то ноготочки иметь красивые ну потому что с клиентами постоянно и они некоторые умудряются иметь красивый на самом деле вот этот маникюр и когда я спросила а где вы его делаете решила тоже туда сходить они мне сказали что мы ездим в лондон у нас там свой мастер нормально да хорошо здесь вот так 18 лет работает делает маникюр имеет свой салон женщина у которой я сейчас была и когда я пришла и спросила говорю можете мне показать какие-то картиночки чтобы я выбрала себе дизайн она на меня вытрящила глаза пошла рыцарь куда-то принесла какую-то мне знаете такую вот потрепанную там какую-то штуку и по папочке и в ней вот эти ногти приклеены были ну знаете разные но это видно было что это что-то такое старио да потопная я говорю может быть у вас есть какие-то фотографии специально сохраненные вашем мобильном телефоне обычно же у нас как приходишь салон тебе девочки сразу из мобильника столько фотографий своих сделают ну и выбираешь сидишь ну я вот нашла ей сейчас покажу какую я нашла ей фотографию и что она мне в результате сделала и кстати она мои ногти попросила меня можно ли мне их сфотографировать наверно сама не могла нарадоваться на эту прелесть я говорю да у меня в общем-то и пальцы толстые но говорю ну ваше дело если хотите фотографируйте конечно и она еще моими мои руки сфотографировала я так понимаю что теперь она наверно будет свою эту прекрасную работу представлять другим клиентам вот так друзья и у нее еще отбоя нет какие еще тут вам надо дополнительные доказательства да я даже не собираюсь никого никому ничего доказывать тут вот я говорю только начинаю рассказывать как на самом деле обстоят дела и мне сразу говорят что вы хаете ну вы знаете люди конечно у нас неадекватно реагируют но вот я пытаюсь пытаюсь как-то объяснить но все равно если вы приехали то чё вы хаете да я не хаю еще раз повторяю я показываю то что есть понимаете и все равно я в шоке потому что даже в моем малюсеньком российском южном городке столько мастеров и по маникюру и по педикюру и по стрижкам и по всем любым каким-то бытовым услугам тот же массаж да за деньги да но во первых в три раза дешевле во вторых качество совершенно другое но сравнения нет рядом не стояла еще раз посмотрите на ногти мои ну и потом я посмотрела когда я собиралась вот неделю ждала этот маникюр по времени я посмотрела там никакой парковки рядом нет а возле этого салона бьюти вот и я подумала да ладно тут мне недалеко я пешком дойду я дошла пешком забыла с собой взять в водичке бутылочку минералки торопилась подошла прямо точно ко времени уже не стала заходить ни в какой магазин покупать минералку думаю но в принципе наверное в любом уважающем себя салоне мне дадут попить вы же наверное знаете тоже прекрасно что у нас в любом салоне маникюр нам педикюр нам в любом каком-то спа в этих парикмахерских вам сейчас даже уже предлагают чай ну вот я помню я когда когда я была в таиланде как тут что вы но не европа же господи какая-то азия что можно сказать и вот когда я заходила в таиланде в какой-то вот этот их массажный салон то мне там сразу приносили чай специальный бесподобный при обязательно конечно же если спросишь водичку то приносят водичку в бутылочке бесплатно соломинку приносят друзья европа еще раз повторяю вот пожалуйста я зашла и спрашиваю говорю а можно мне водички попить как-то так получилось что я пришла водички у меня нет она как-то знаете даже опешила и была очень этим недовольна что вы думаете она пошла нашла мне там какой-то стаканчик слава богу одноразовый пластиковый и налила из под крана не воды вынесла но я думаю ладно хоть так это хорошо попила я этой воды конечно из под крана поблагодарила и дальше поняла что надо ходить все со своим со своей водой и маникюр тоже делать самой понимаете и потом когда она уже ногти мои сделала даже сфотографировала на радостях я конечно ее поблагодарила не стала ничего больше уже говорить свои эмоции я оставила при себе и она мне сказала если в какие-то будут проблемы приходите пожалуйста конечно же с удовольствием все вам помогу исправлю и тут же мне добавила но только не забудьте с собой взять водички я так опешила думал ничего себе я говорю а зачем водичка ну вот вы же захотели попить а лучше если бы принесли водичку с собой то есть вот на будущее имейте ввиду представляете какая прелесть ну и я сказала да да конечно я уже все поняла и все уже я давно имею имею ввиду я давно имею все ввиду уже понимаете и вас и вот это вот рукожопость такую ой грубо но по-другому я сказать не могу но какие же они рукожопые все боже мой боже мой так что вот так друзья иду домой хохочу не могу и каратенечка поделилась с вами вот это вот такая живая наглядная информация европейский маникюр ну вот они все плывут ко мне мои птицы все меня облепили я я здесь села решила отдохнуть я уже их не кормлю не кормлю но и толку что что я не кормлю они все равно все идут они все хотят вот посмотрите полюбуйтесь красавчики мои да красавчики вот ты хрипишь опять у меня хрюкаешь да не тут о как о как ты вот как ты сердишься или что 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 ты меня хватаешь расскажи мне вот видишь вот он меня клюет он меня клюет за карман что ему дать ну что ты красавчик мой ждут они покушать ну и как вот с ними быть